Вот, я подумал, что может быть параметрическим резонансом. Вот тут ферриты разные, рассматриваю, марганцевые, цинковые. Вот этого марка, вот, например, один из ферритов ПЦ-47. Вот, частотная характеристика, это частота, это проницаемость, как зависит от частоты. Вот тут вот проницаемость на где-то 1 МГц подрастает. Вот, 100 кГц, так, 10 кГц, 100 кГц, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, J800, где-то на 900 кГц максимум. Ну, тут еще можно посмотреть температурные характеристики. Температура, как проницаемость меняется, это частоты, как проницаемость меняется. А тут подрастает, думаю, тут, возможно, феррорезонанс. Как Рома Акула говорил. Вот тут проницаемость на где-то 100 градусов максимальная, потом на 240 градусов максимальная. Вот тут вот на 25 градусов, где-то будет вот такая достаточно низкая проницаемость. Вот температуру изменять нельзя. Вот тут еще как зависит насыщение индукции от flux density, от температуры. Вот, когда высокая температура, тогда меньше может насытиться сердечник. А при 25, вот, может больше насытить. Вот, потери в сердечнике от температуры. Вот на 100 градусов минимальная потеря. А тут другая, Марко АПЦ 90. Тут вот резонанс где-то на 1, где-то на 3 МГц, может. Вот этого феррита, его проницаемость 2200, начальная. От того начальная было 2500. Температура тут. Тут магнитное насыщение. Теперь вот материал ПЦ 95. Начальная проницаемость 3300. Вот вырост амплитуды есть где-то на 700 кГц. Температурная зависимость тоже примерно в flux density тот самый. Вот на 230 градусов где-то 220. Самая высокая проницаемость. Вот эта глаша 72 ферритовая марка. Тут вот проницаемость вообще большая. Начальная 7500. Тут где-то вот резонанс. Феррорезонанс, если это феррорезонанс на 200 кГц. Температура. О, какая она проницаемость. 14000 на 130 градусов. И это и начальная, если не начальная. Там может вообще очень большая. Потому что не тянул пермобилит. Это я понимаю начальную проницаемость. А где-то насыщение оно увеличивается. Оно тут вот зато не может сильно найти насыщение. Вот только 400 мл тесла. Те до 500 доходили. То есть у него слабая индукция. Вот выше 200 кГц. Тут вообще незначительный этот феррорезонанс. 10000 проницаемость начальная. Тут 12000. Тоже незначительный. Тоже где-то на 200 кГц. на 200 кГц. Тут HbA. Называется 3300. Тут почти этого нет феррорезонанса. Тут 7500, тут на где-то 150 кГц. На где-то 130 градусов, максимальная проницаемость. Эфира такая, тут вообще нет никакого резонанса, 10 тысяч проницаемость. Тут тоже нет, 15 тысяч проницаемость, начальная проницаемость. Тут нет, 5000. Вот тут магнитная проницаемость против частоты характеристики. Начальная проницаемость 1800. Вот такая марка Ferrito. Вырастает на 1 МГц. Проницаемость. Проницаемость. 2300 начальная. 2200. Тоже на где-то 900 кГц, 2 МГц. 590. Там вверху может ощущаться. Какая-то 50 тысяч проницаемость. Проходят на 1 МГц. Тут на 1 МГц, в основном, большинство, где-то все. Если это то, что нужно. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok